Неделя моды у нас, как и во всем мире, проходит два раза в сезон. Говорить о том, что это событие задает тенденции всему городу, пока рано. Задача скорее в том, чтобы дать возможность молодым дизайнерам показать свои работы заинтересованной аудиторией. Зрители, в свою очередь, тоже узнают новые имена, причем не только уральских мастеров текстильного искусства, но и модельеров из других городов. Фестиваль Viva Glam – событие с историей, проходит в нашем городе уже четвертый раз. И, как положено всему гламурному, имеет некий налет скандальности. В преддверии самой церемонии вручения премии Viva Glam состоялось телевизионное ток-шоу с обсуждением номинированных персон. Ведущим церемонии вручения статуэток Viva Glam в этом году стал актер Александр Олешко. В Москву приехала Пэрис Хилтон, а в Челябинск приехал я. Могу сказать, что в сравнении с Москвой у Челябинска хороший вкус, дорогие друзья. Несмотря на то, что называть себя гламурным Александр отказался, в качестве ведущего Viva Glam выглядел органично и очень достойно. Это не все события фестивальной программы. Поклонники блестящей жизни были приглашены на вечеринку в формате анти-глем. Идея оказалась удачнее, чем ее воплощение. А может, просто гламурная общественность оказалась не готова к шуткам в свой адрес? Глэм-пати проходила в первый раз. И я надеюсь, что это событие станет ежегодным продолжением, ну, каким-то определенным событием нашего фестиваля Viva Glam. Потому что я считаю, что нужно уметь с иронией относиться к себе и к окружающим. Я как бы понимаю, что если над собой не хватает смелости посмеяться, то, естественно, подбирая себе одежду, тоже не хватает очень многим не то, что даже чувства юмора, а относиться с легкостью и с небрежностью. Все очень четко, все очень вычурно, все очень нарочито. Ты знаешь, даже я так не набрался смелости так одеться. Спектакль в жанре дефиле на пуанток отличался не только формой, но и содержанием. Интересный сценарий, качественная постановка. На этот раз демонстрировались в основном авторские коллекции, а не шубы и костюмы из магазинов, как это было раньше. В постановке участвовали столичные артисты и режиссеры. Ежегодное событие осени ночь шопинга и в этом году собрала любителей пройтись по магазинам в большой компании и в необычное время суток. Помимо собственного шопинга, гостей удивляли перформансами. Кроме того, по традиции были собраны средства на благотворительные цели. Еще одним модным сюрпризом для челябинцев стал конгресс альтернативной моды пятый сезон Full Fashion Look. Готовые образы представили парикмахеры, визажисты и специалисты ногтевого сервиса. В качестве почетного гостя приехала Лайма Вайкули. Она не только оценила работы конкурсантов, но и выступила с концертом. Изюминкой конгресса стало театрализованное шоу с участием колонов красоты класса люкс. Редактор субтитров А.Семкин